В пресс-конференцию главный тренер «Клуба Вардоя» Константин Морать Федорович. Пожалуйста, вас зовут. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить всех с окончанием сезона. Команда добилась повышения в классе. Самое важное – поблагодарить всех работников клуба за тот труд, который мы все вместе провели в течение этого сезона. Делали благодарность руководству и республике, и клуба, ребятишкам. Создали такой хороший сплоченный коллектив. Принешством, штабом, массажистом, всем тем людям, которые внесли частичку своей души в эту победу. Очень важно. Тяжелый был сезон. Как он начинался, очень тяжело, когда мы это все только начинали в первые шаги. В итоге добились результатов тяжелейших. Играх. И самое важное, я еще раз повторюсь, что команда вышла по неравн. Вот это самое важное. Ваши вопросы? А еще перед этим туром, команда решила, что был бы основным стимулом в следующем матче? Ну, я еще раз говорил, что в профессиональном спорте каждый матч очень важен. Решила задачу, не решила, но мы занимаемся своим делом профессионально. И здесь, я думаю, мотивация, что прежде всего достойно завершить сезон, на первом месте достойно выглядеть в этих играх, добиваться победы. Вот это вот самая важная мотивация. То есть и ребята здесь, после той игры с изранией, то есть самое важное, что город попорадовались, отпраздновали и начали готовиться к последующим играм. И в принципе, мы их прошли, я считаю, что очень хорошо и удачно. Сейчас можно выдохнуть, но самое важное, что профессионально все подошли к этому делу. Даже в последнюю неделю, я честно скажу, в основном учебе, в академии тренингского мастерства помощники работы на пару дней отпустили, но команда тренировалась, полная самоотдача. И в сегодняшней игре они, я думаю, просто большие молодцы. Все выглядели достойно, очень хорошо. И соперники эти молодежные команды, они очень крепкие, обученные. И с ними тоже надо прилагать максимальную усилию, чтобы видеться результаты. Матерыч, а когда футболисты узнают, кто из них подружки, с Уплением, а с кем будем расстрелять? Знаете, сейчас в межсезоне оно всегда такая есть неопределенность. И вообще, это каждый год такая ситуация. То есть, здесь прежде всего встреча с руководителем Республики МВК, развитие клуба. Буквально хотим делать в дальнейшем. Ну, прежде всего, руководство, да. Мы уже от этого отталкиваемся. Сейчас, на данный момент, как бы заканчиваются все контракты. И у меня, в том числе, я ничего определенного не сказать не могу. После разговоров, консультаций и определенных всех вот этих деталей футбольных, можно будет уже говорить, как команда будет выступать в новом сезоне. На данный момент информация, но ее практически нет никакой. То есть, план летней переговорки тоже пока неизвестен. Какой год, справедливо с кого-то? Ну, знаете, здесь, как бы, чем быстрее поделятся руководители, тем лучше. Я думаю, что здесь, в этих ситуациях, на долгие ящики, никто ничего не откладывает. То есть, это на ближайшие недели все, я думаю, объявлениями будут уже переговоры, разговоры, консультации. Они уже на этой неделе, буквально, назад, я думаю, уже начнутся. И наверняка, не придется подготовиться параллельно с начинами чемпионата мира, потому что там своя свадьба, а команде надо готовиться. Я сейчас на данный момент ничего не могу сказать, на самом деле, потому что здесь очень от многих факторов все зависит. И как команда будет готовиться, где команда будет готовиться, то есть, комментарий никаких дать не могу на данный момент. Ну, приобрели билеты на чемпионат мира, как-то этот вопрос решили. А вот, вот, есть билеты, а придется приехать куда-то на сбор. Но, знаете, сегодня, да, есть билеты, а завтра загадывать там особо не хочется, потому что в спорте сегодня ты работаешь, а завтра ты можешь и не работать. Так что здесь загадывать наперед ничего. Смысл просто даже не вижу. Сегодня, да, мы сработали, а завтра будет новый день, будет новая пища. Здесь, понятно, по уме надо держать любую ситуацию. Здесь все нормально, все нормально. Самое главное, что добились результаты, сделали, выполнили задачу. А дальше уже, ну, есть люди, которые этим нанимаются. Вот и все. Ага, я тоже такой опыт, Морфедор. Каково было переключаться вот с атмосферой Барбовы и Ирины опять на старт? Знаете, мы здесь весь сезон играли. У нас стадион как бы родной, да, и мы даже когда на игру приехали, просто, ну, как бы сказать, намоленный уже, да, у нас есть свои болельщики, там, полторы-две тысячи, которые ходят и поддерживают команду, да, ну, истинные любители футбола. И мы играем для них. И абсолютно нормально, то есть переключение с одного стадиона на другой. То есть здесь профессиональный вид спорта, и, я думаю, проблем никаких бы не возникало. Но уже привыкли к этому, тренируемся здесь, и стадион, как бы, ситуация очень нормальная. Нормальная, абсолютно нормальная. Ну, наверное, последний матч здесь проявил? Да нет. Ну, нет, там еще же будет передача стадиона от FIFA к городу. То есть, я думаю, что еще придется здесь играть. В любом случае, сертификация должна быть с новым стадионом, там, но по российским законам здесь, я думаю, что на старте все равно придется играть. Я благодарю вас. Все, это хорошо. Спасибо, Орес.